Зай, вставай! Блин, сегодня же воскресенье, дай поспать! Вставай, сказала, ты обещал подписчикам сделать видео про подключение радиаторов Бегу! Привет, подписчикам! Ну что, пришло время проанализировать полностью все подключения радиаторов Диагональные, боковые, верхняя подача, нижняя подача, обратки там, все полностью Давайте проверим, чтобы уже знать точно, где это, блин, правда с подключениями радиаторов Что хотел сказать сразу, что экономии какой-то газа вы не получите То есть теплоотдача, это значит, что он вам, радиатор, будет больше снимать тепла с теплоносителя Но давать ему просто так больше не будет То есть законы физики вы не нарушите как бы никак То есть газ вы экономить или перерасход газа у вас однозначно не будет Это весь эффект в том, что, типа, если у какого-то радиатора, у какого-то подключения радиатора будет меньше теплоотдачи Это значит, он будет отдавать по сравнению с другим на одну секцию меньше То есть, допустим, если у вас 10 секций, ну допустим, при диагональном подключении максимальная теплоотдача То есть он будет там 10 секций, как 10 секций работать полностью То есть, если вы, допустим, нижнее сделаете чисто, то, возможно, будет работать как 9 секций Вот и вся разница Но экономии теплоносителя или перерасходе энергии у вас не будет Вот на этом стоит заострить внимание Так что не бойтесь, если у вас там кого-то там нижнее подключено Или там у кого-то там боковое подключено И вы переживаете, что вы там все время теперь будете переплачивать за эту ерунду Нет, такого не будет Так что насчет этого можно немного успокоиться Итак, давайте начнем Сначала давайте попробуем сделать диагоналку Правильную и неправильную То есть подача у нас в одном радиаторе будет одновременно два радиатора И в одном радиаторе подача будет сверху, обратка, снизу А в другом наоборот Подача будет снизу, обратка будет сверху Ну и давайте посмотрим, что у нас получится Вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, что мы увидели? Что при правильном подключении То есть подача сверху, обратка, снизу У нас диагоналка работает идеально вообще То есть максимальный съем тепла идет с теплоносителя и с радиатора Если мы подключаем неправильно То есть если у нас подача идет снизу, обратка идет сверху То уже происходит пилиберда и радиатор там может работать на 20, на 30 процентов Там максимум на 40 процентов Остальное все как бы он не работает То есть он мимо проходит теплоноситель и все Давайте теперь скажем о преимуществах именно этой системы При правильном подключении она дает максимальную теплоотдачу Запомните, у каждого подключения радиатора будет свои преимущества И сейчас я буду про них рассказывать То есть после каждого теста буду рассказывать как-то то или иное подключение Чем оно хорошо и чем плохо Итак, диагонально хорошо, максимально дает тепло Если перепутали подачу с обраткой Все, хана, радиатор работает только наполовину Так, теперь дальше приступим к боковому подключению Вперед посмотрим Редактор субтитров А.Семкин Итак, что мы увидели из бокового подключения к радиаторам Опять же, при правильном подключении вверх подачи не собравка В принципе, работает не хуже, чем диагональная То есть, ну, может быть, чуть-чуть меньше он захватывает Но, мне кажется, даже лучше, чем нижняя боковая работа И даже лучше, чем нижняя, если радиатор пределом 10-12 секций Вот Если перепутана подача с обраткой Опять же, работает вообще минимально То есть, одна-две секции и остальное все бросает То есть, она сразу уходит наверх Подача сразу уходит в обратку И все Работы никакой нет Давайте преимущество Радиатор пробивается тоже очень хорошо То есть, максимально забирает тепло И еще одно очень важное преимущество Это прямо вообще круто В том, что вы можете нарастить потом Либо уменьшить радиатор Знаете, как я встречался в многоэтажные дома Делал И один мне человек сказал Слушай, делай мне только боковую Не надо мне твое нижнее Я говорю А в чем проблема-то? Зачем? В принципе, краниками прикрутите Да и все, если что Он говорит Нет, нифига эти краники не работают Я вот сейчас делаю боковое Если у меня будет сильно жарить Я смогу без ремонта Убрать там пару секций, допустим Если у меня будет прохладно Я смогу спокойно добавить пару секций Без вреда для ремонта То есть, не надо там менять выходы Перештрабливать что-то там Не знаю, там Долбить там, переносить что-то То есть, радиатор у вас останется Висеть на месте И вы можете добавить Одну, две, три секции Либо наоборот убрать Если у вас там сильно жарко становится Вот это очень большой плюс Бокового подключения Это вот просто бомба То есть, если вы не знаете Либо живете там В многоэтажном доме И вот только запустили Систему отопления И вы не знаете Или вам сейчас сразу прохладно И вы делаете ремонт Что-то меняете Вы можете в принципе Сразу сделать так Что убрать там Одну, две, три секции Либо потом добавить То есть, можно сразу Делать боковое подключение И потом поиграться У вас всегда будет Запас мощности Если вы сделаете Нижнее, либо диагональное Такого варианта У вас нет Без перейдевания ремонта То есть, без штрабления Без вывода каких-то кривых труб Вы этого не сделаете Вот такие вот преимущества Бокового подключения Недостатки говорят То есть, если большой радиатор То не доходит до него тепло Но это со временем Посмотрим на это И опять же, недостаток Если подачу с обраткой путаете Все, хана Он не работает Так, теперь сделаем Еще одно видео С нижним подключением И с чисто верхним подключением Чисто ради прикола Посмотрим, что будет Итак, поехали Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, что мы увидели Нижнего и верхнего подключения Ну, давайте сразу с верхним Это полная фигня Тепло только проходит По верху Как заходит, так и уходит Нифига вниз оно не идет То есть, верхнее подключение В стандартном радиаторе Не стоит использовать Как бы, знаю, я там какие-то вещи Кто-то говорил Можно перемычку вверху поставить Ну, если что, придет время И с этим обязательно попробуем И с этим обязательно попробуем Вот А нижнее подключение Что у нас получается Теплоодача, все-таки, действительно На 10-15% ниже, чем у бокового И чем у диагонального Однако Есть очень неплохой плюс У нижнего подключения В том, что там не важно Где подача, где обратка То есть, вам вообще пофиг То есть, на многоквартирном доме Да, делаете В многоэтажном доме делаете Или еще где-то Вы не знаете Как у вас идет Подача сверху Либо подача снизу Если вы делаете Нижнее подключение У вас будет 100% работать Это вот железобетонное Или вы там Переделываете какой-то объект Вы же хотите Какой-то добавить радиатор И возможности проверить Где подача, где обратка У вас конкретно нету Вы делаете нижнее И у вас 100% Он будет работать Как бы вы не подключили Он будет работать Да, он будет чуть-чуть хуже работать Но зато есть вот Этот огромный плюс Это вообще огромная фишка такая Что вот Перепутать нельзя Потому что Бывают всякие Криворукие монтажники Может сам кто-то делал Запарился И В диагональном Либо боковом подключении Перепутал подачу с обраткой Потом говорят Что-то вот не работает Что-то вот плохо Так и не так Это ксяк При нижнем подключении По-любому Всегда будет работать Вот это Его супер Бомбический Супер Крутой плюс Ну и так Вроде бы я рассмотрел Все подключения Радиаторов Вроде бы Все ясно Все наглядно Все понятно Дальше в следующих сериях Наверное еще немного Помучим Поэкспериментируем Попробуем заставить Как-нибудь по-другому Вести теплоноситель Себя Пути какие-нибудь Мы придумаем Ну а пока Вот так вот Самые стандартные Самые обычные Подключения Итак давайте Я еще раз Коротко скажу Про преимущества Каждого вида Подключений Диагональная Это Сто пудово Максимальная Отдача от радиатора Тепла Боковое Возможность У вас Изменить Длину То есть Увеличить радиатор Со временем Либо уменьшить радиатор Если у вас там Сильно жарко Без необходимости Что-то переделания То есть Вы два ниппеля Добавили Две секции Прислонили Либо убрали И спокойно Вообще Пользуйтесь дальше И у нижнего Какое преимущество Вам не важно Где подача Где обратка Вообще пофиг То есть Поставили Как угодно Подача обратка Обратка подача Все равно Все будет Всегда работать Вот такое видео Я вам скажу Что 80-90% Делают Нижнее Подключение И в принципе В этом ничего страшного Такого нет Но если вы подходите Конкретно Для себя Вы делаете Для себя дом И вот хотите Чтобы максимально Все было классно И комфортно Делайте диагональное И подачу И подачу Обязательно Сверху Вот такой Мой совет Но Также Опять же Есть Про боковое Тоже Не стоит Забывать То есть Где там Может быть У вас там Вы захотите Там сделать Какой-то там Погребок Или что-то такое Там Помещение Где должно быть Прохладнее И вы не поставили Термоголовку И краником Возможно Не сможете Отрегулировать Вы если Там Сделаете Боковое То Вот Тоже Такой вариант Что можете Убрать Допустим Будет жарко Да Вы хотите Чтобы у вас Там было Плюс 5 Плюс 10 Чтобы Не портились Продукты Какие-то Постоянно Вы потом Сможете Очекрыжить Как бы Заглушить И Будет у вас Попрохладнее Ну вот такое Видео Кстати Ну все равно Краниками Возможно Но это еще Бабушка на 2 Сказала А так будет 100% Вот такое Видео Ребят Спасибо большое За просмотр Пожалуйста Поддержите Меня Я очень Старался Вот даже Траву Получил Рабочую Так что Кому Видео Понравилось Подпишитесь Ставьте лайки Дальше Будет только Круче Это 100% Может быть Не сразу Потому что С финансами У меня Не так Все круто Чтобы Покупать Новые детали Сейчас Все такое Дорогое Это просто Кошмар Так что Будет у меня Получше С финансами Я начну Делать Все более Такие Крутые Ролики И В январе Скорее всего Буду делать Обзоры Как сделать Именно Отопление Частом доме Теорию Всем пока Всем спасибо До свидания Субтитры Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин